Летом этого года правительство республики выделило городу более 27,5 миллионов рублей на продление пешеходной зоны набережной. Это вообще была закрытая территория для горожан и гостей нашего города. Благодаря инициативе предпринимателя конкретного, еще группы активных горожан, мы смогли здесь выполнить благоустроительные мероприятия. И сегодня у нас решен еще второй важнейший вопрос, это прием туристов с теплоходов. Поддержали идею об устройстве городские предприниматели. На обновленной территории компанией «Новая башня» реализуется инвестиционный проект «Гостиничный комплекс», здание которого является прототипом речного вокзала. В настоящее время строительство корпуса завершено, строители проводят отделочные работы. Включаем мостик, всю площадку возле этого здания и, в принципе, так, наверное, сколько-то, на треть, только благоустройство было сделано, даже вот лестница, да, вот эти. Простор для воображения, для реализации, он, в принципе, практически бесконечен, да, но место-то хорошее, да. Завершая рабочий визит в Сарапул, посетил городскую набережную и первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов. Прекрасно, великолепно. Особенно было-стало, когда берешь вот на таких контрастах, то, что было, то, что стало. И, знаете, есть инициатива, есть предпринимательство, есть экономика и получается, собственно говоря, вот такие проекты, которые там для всего населения Сарапула, Удмуртии и вообще всей России сюда же много сейчас приезжают, в том числе на кораблях. В ходе реализации проекта тротуары вымощили брусчаткой, установили ограждение, провели коммуникации. Разницу видно невооруженным глазом. Да, как бы это на эту набережную. Там гуляла, а здесь тут первый раз меня привели. Ой, вы знаете, мы прямо так гордимся за Сарапула. Я вообще очень люблю свой город. Очень. Совсем скоро начнут работать торговые киоски для продажи сувениров, функционировать гостевые домики и зону отдыха. В настоящее время ведутся отделочные работы. Продолжение следует...